И правда, к концу недели, например, Уфа опубликовала так называемые предварительные списки ремонта подъездов. Теоретически предполагается, что в Уфе будет отремонтировано 1600 подъездов. Да, в карьере началось тление, горение под землей вот этих серных колчеданов или каких-то, в общем, руд, которые содержат серу. То есть оппоненты в Кремле у Хабирова, конечно, серьезные. И есть версии о том, что он подстраховался таким образом, идя от партии власти, чтобы именно от этой партии не было выдвинуто серьезного оппонента. Уфа и Башкирия постепенно просыпаются от новогодней спячки. Процессы начинают запускаться, всевозможные события начинают происходить. Кроме того, происходят и события, которых мы не ждали и не хотели. И вот сегодня мы поговорим, традиционно начнем с еженедельной оперативки правительства с участием ради Хабирова. Надо сказать, что на этой неделе оперативка была необычной по формату. Начнем с того, что длилась она практически вдвое меньше, чем обычно это происходило. Обычно это происходит час с небольшим. В этот раз вся оперативка уложилась в 32 минуты. Очевидно было, что некоторые вопросы оперативки были сняты или перенесены на следующие совещания. И фактически на этой оперативке обсуждалось только два важных вопроса. Это ситуация в Сибае и вывод из кризиса платежей теплоснабжающих организаций. По сути, конечно, был единственный и важный вопрос. Это Сибай. Ему было уделено чуть больше половины этого укороченного совещания. И складывалось ощущение, что Хабиров как-то очень не хотел детально обсуждать эту ситуацию. Хотя она важнейшая на прошедшей неделе. И я думаю, что она будет еще важнейшей в Башкирии долгое время. Заслушали мэра Сибая, господина Авзалова, который, конечно, все бледнее и бледнее выглядит на фоне разворачивающейся проблемы в этом городе. Ведет он себя, прямо скажем, негосударственно. Да и выражается тоже достаточно комично. Процитирую несколько его характеристик, которые он дал ситуации, когда Хабиров попросил его охарактеризовать обстановку в городе и текущий момент. По словам Авзалова, ситуация маленько успокоилась, как он выразился. С очередями вопрос легче стал. Он имел в виду очереди в лечебные учреждения, куда ломанулись жители города Сибая со своими детьми и сами со своими проблемами, проблемами дыханиями и прочими болячками. Ну и самое такое, наверное, безобразное, хотя по сути комическое, это то, что господин Авзалов связал уменьшение очередей в поликлинике и больнице с тем, что у них на улицах возросло ПДК диоксиды серые. И он как-то так весело об этом заявил. Да вот знаете, у нас очереди уменьшились, у нас на улице ПДК поднялось. Ну, в общем, конечно, это выглядело достаточно нехорошо. Про Авзалова мы поговорим отдельно, когда обсудим ситуацию в Сибае. Собственно говоря, на этом Хабиров быстро свернул эту тему. Пообещал всяческое способствование Авзалову в решении проблемы Сибая. Ничего конкретно уточнил, на месте ли там в Сибае находится заместитель управления ГОВЧС. И там ли находится первый заместитель главы администрации господин Баширов. В общем, на этом вопрос был снят. Еще одним важным вопросом, о котором я не упомянул, и, собственно, который обсуждался широко на этом совещании, был вопрос ремонта подъездов. Вот тут, конечно, случился казус Белли в том смысле, что господин Киреев как будто бы заболел и вместо себя прислал на совещание своего зама Юрия Александровича Палтусова. Прямо скажем, персонаж абсолютно неизвестной ни широкой, ни узкой общественности. Я лично его вообще впервые увидел. И вот этот Палтусов сделал два замечательных доклада на тему ремонта подъездов и на тему оптимизации финансирования теплоснабжающих организаций. Так вот, по поводу подъездов Палтусов бодро заявил, что в республике идет процесс обсуждения ремонта подъездов с гражданами и с домовыми комитетами. И, в общем-то, не успев закончить доклад, Хабиров его прервал совершенно гневно и разочарованно. Во-первых, Хабиров ему заявил, что как же так, вы должны были к 20-му числу уже составить списки ремонтируемых подъездов. И самое показательное, что здесь случилось, это то, что Хабиров высказал свою точку зрения по поводу тех процессов, как они вообще должны идти вокруг этого ремонта подъездов. Напомню, что в декабре была объявлена вот эта вот очень громко заявлена программа ремонта подъездов. Мы придем в каждый подъезд, make-подъезд great again и так далее. Так вот, Хабиров высказался вот в каком ключе. Дословно, я думал, мы с вами будем определять перечень подъездов. Ну, как мы с вами будем в Мелиузе готовить списки, о чем? Ну, в общем, Хабиров полагал, что на самом деле это он и Министерство жилищно-коммунального хозяйства определят, какие подъезды будут ремонтировать. С граждан возьмут только лишь согласие на этот ремонт. Потом с гражданами обсудят цвет стен и обоев, там, и плитки и так далее. А потом там как-то так приступят к ремонту подъездов. В общем, конечно, то, что изложил господин Палтусов Хабирову, абсолютно Хабирову не устроило. Хабирову, как известно, нужны быстрые и яркие результаты. А вот подчиненные не поняли, о чем идет речь, и попытались запустить процесс, ну, как бы там, скажем так, очень длинной дорогой через согласование с жителями и так далее. Подсознательно Хабиров понимает, что если начнется согласование там по подъезду, по домовой и так далее, это, конечно, история затянется и уйдет не знаю во что, и вот тут мы подбираемся к самому главному. Эта история не успеет случиться к выборам. Вообще, я очень сомневаюсь на самом деле, что успех этого проекта хоть сколько-нибудь возможен, я объясню почему. Но вернемся к оперативному совещанию. В общем, Хабиров полностью разгромил господина Палтусова, на что господин Палтусов покорно, отвечая, я есть так точно и будет сделано, заявил, что к концу недели он готов сформировать эти списки. Вот тут, как в том интернет-меме, а что, так можно было? Оказывается, он, в общем-то, готов в течение трех-пяти дней сделать то, что просит его Хабиров, но, правда, пошел почему-то при этом окольным путем. И, правда, к концу недели, например, УФА опубликовала так называемые предварительные списки ремонта подъездов. Теоретически предполагается, что в УФЕ будет отремонтировано 1600 подъездов. Распределение этого ремонта по районам весьма странное и абсолютно непонятное. Например, в Ленинском районе будет отремонтировано, по-моему, 36 подъездов в 7 домах. Это что? У нас, вообще-то, в УФЕ порядка 20 тысяч подъездов и 7 районов. Так вот, в одном из этих районов, а именно в Ленинском, будет отремонтировано всего 36 подъездов. Непонятна логика. То есть, в Ленинском районе все прекрасно и замечательно с подъездами, но мы, собственно, готовы в течение ближайших двух часов проехать по подъездам Ленинского района, им показать вам много десятков, если не сотни этих подъездов в ужасном положении. В общем, логика этой программы абсолютно не ясна. Кроме всего прочего, если вы, я обращаюсь к Министерству жилищно-коммунального хозяйства, им отчасти даже к Хабирову, если вы планируете отремонтировать 7% подъездов, а это примерно так получается, то вы же понимаете, что остальные 93%, среди которых подавляющее большинство подъездов в плачевном состоянии, останутся недовольны. Эффект от этого мероприятия, прямо скажем, будет не предвыборным, а обратным. Ну, в общем, как говорится, вы свой выбор сделали. Возвращаясь к оперативке, значит, Палтусов до конца недели обещал все эти списки сформировать. Надо сказать, что Мустафин их сформировал, кстати, к концу недели. Не знаю, как другие города, но по Уфе предварительные списки есть. Вообще, по поводу этой истории с подъездами, складывается впечатление, что подчиненные зачастую совершенно не понимают замысла Хабирова. Причины этого может быть несколько. Первая причина – это то, что Хабиров действует совершенно не в парадигме того госуправления, которое было принято в Башкирии, ну и как бы ломает систему. Хорошо, это может быть даже здорово, потому что система, которая работала, действительно, прямо скажем, была несовершенная или даже очень плохой. Вторая причина – это то, что Хабиров, скорее всего, нарушает привычные и, в общем-то, установленные законом регламенты принятия решений внутри исполнительной власти. Вот это, вероятнее всего, он пытается обойти какие-то формальные и неформальные правила принятия решений, обычаи принятия решений во власти. И это не всегда укладывается в канву законности действия ведомств, а ведомства, они наделены очень таким мощным инстинктом самосохранения, потому что, на самом деле, в основной своей массе, особенно средний уровень чиновничьего аппарата, это очень неглупые люди, которые понимают, что любое нарушение закона с их стороны – это их зона ответственности. Как только это будет выявлено прокуратурой или еще кем-нибудь, на них будет заведено дело или какие-то претензии, а вовсе не на Хабирова. Естественно, они не будут показывать пальцем и говорить, что Радий Фаридович нам приказал здесь нарушить закон. И они по-тихому следуют той конвее тем обычаям и правилам, и законам, которые существуют. Ну а Хабирова, видимо, приходится терпеть, и вот эти его экзорсисы на тему «давайте быстро-срочно все решим сами». Ну и кроме всего прочего, конечно, здесь просматривается такое патологическое, на самом деле, недоверие Хабирова к населению. То есть он не наделяет население людей даже теоретической способностью принять хоть сколько-нибудь здравое решение. Это, конечно, достаточно высокомерная и неприятная позиция. Ну, то есть такая позиция, знаете, очень умного отца по сравнению к своему отпрыску-полудурку. Ну, я думаю, что время расставит все на свои места. И я повторю, что вот этот проект с подъездами очень опасен, на самом деле, для Хабирова. И резонанс, который он может иметь, будет, ну, может быть очень негативным именно в выборный период. Основной темой сегодняшнего выпуска будет Сибай. За прошедшую неделю я получил массу вопросов, упреков, назиданий от зрителей и читателей на тему того, что мы не уделили должного внимания этой теме. В прошлый раз мы как-то так по верхам прошлись и упомянули. Ну, я вообще сделал это намеренно, потому что недостаточно было информации. Реально, значит, тема закрытая в СМИ. Все СМИ и журналисты, все, кто могли бы хоть сколько-нибудь рассуждать на эту тему, там, быстро их заняли всевозможными конференциями, медиа вместе и разными диджитал-крултами, чтобы они, не дай бог, не заинтересовались вот этой важнейшей темой. Но, тем не менее, за прошедшую неделю очень много упоминаний и обсуждений этой истории произошло в федеральных СМИ, в том числе и государственные СМИ. Уже начали говорить об этом, это не только дождь, это уже и Мир-24, это уже и Вести, это многие телекомпании. И более того, за прошедшую неделю произошло много существенных событий вокруг этой ситуации, есть о чем поговорить. Ну, начнем с небольшой предыстории, что еще с ноября месяца, по сути, в Сибае сложилась катастрофическая ситуация с качеством атмосферы. Очевидно, что уже в ноябре-декабре были существенные превышения ПДК в воздухе Сибае по диоксиду серы и сероводороду. Однако, до января месяца властям удавалось скрывать эту ситуацию. Хотя, в середине декабря прошел стихийный сход у администрации города Сибае, сход граждан, они требовали объяснений. Ну, тогда удалось заболтать очередной раз ситуацию, там вышел какой-то хорошо откормленный чиновник, я не смог его идентифицировать. И примерно час объяснял людям, как здорово и правильно все измеряется, и как вообще это просто там что-то пахнет из карьеры. Но, тем не менее, ситуация уже лопнула, взорвалась к середине января. ПДК, предельно допустимая концентрация по двооксиду серы доходила до 37, и практически постоянно держится превышение предельно допустимой концентрации 4, 5, 6, 19, 17, 0,5. Напомню, что даже, как бы, полтора-два ПДК, это уже недопустимое, это превышение допустимой концентрации вещества в воздухе. И то, что в выпусках башкирского телевидения заместитель руководителя управления ГУ и ЧС как-то так весело и беззаботно говорит, ах, у нас всего 3-4 ПДК, какое счастье, ну, это, конечно, безобразие, он должен говорить, что у нас граждане, внимание, у нас 3-4 ПДК, это очень много, это опасно, а он так это говорит об этом, как и незначительных вещах. Понимая, что ситуация накаляется, что оставить ее без внимания уже нельзя, Хабиров экстренно вместе почему-то с Аксеновым, председателем, главой республики Крым, выезжают в Сибай, значит, там мы уже говорили о том, что был в этот приезд, мэру запретили выезжать из города, Аксенов пообещал продать со скидкой республики Башкортостан 500 путевок для детей и так далее, то есть и начальники уехали. И что же стало происходить дальше? А происходить дальше стало безобразно. Видимо, как бы в стилистике местной ситуации поползли слухи о том, что за очередь к уфимским врачам, которых туда десантировали, нужно платить, что за место в списке на путевке нужно платить и так далее, и так далее. Ну, слава богу, эти слухи быстро пресеклись, но они очень симптоматичны, и это говорит о том, какая атмосфера на самом деле царит в городе. Был заявлен митинг местных активистов на экологическую тему. Митинг не получил санкции, и митинг не разрешили ни районные власти, ни власти республики, потому что повторное уведомление было подано в правительство. Ленара Хакимовна Иванова собственноручно запретила это мероприятие. Видимо, она теперь стала исполнять обязанности ушедшего на покой Магадеева, который традиционно подписывал эти отказы. Про митинг и про сход граждан мы еще поговорим. Но далее, значит, после того, как в начале недели были зафиксированы эти критические ПДК, 37, 19, 20 и так далее, начались активные медиадействия. Что я имею в виду? Я имею в виду ежедневные два брифинга главы города Сибая. Судя по всему, брифинг ему впервые пришлось изучить и выучить. Он им активно пользуется и до смешного часто упоминает. Так вот, эти брифинги, они свелись к тому, что глава Сибая Авзалов, на мой взгляд, главный виновник сложившейся вот этой ситуации с точки зрения конфликтности и проблемности этой ситуации, так вот он, значит, стал рассказывать на этих брифингах то, что они собираются делать, что они делают и что они планируют. Что как бы это правильно на самом деле, так и нужно делать, но надо было, правда, это делать начинать в ноябре. Он всячески постоянно, каждый раз пытается сообщить, что загрязнений воздуха нет. Вот это его рефлексия, которая осталась у него с ноября-декабря. Он начинает свой брифинг с того, что уважаемые сограждане, жители города, в городе Сибая ПДК не превышен. При этом на улице смердит и воняет, и люди как бы, ну, понимают, что это чистое вранье. Далее, ближе к середине недели, господин Авзалов на одном из брифингов начал рассказывать про вот эти путевки, как они будут распределяться и так далее. И вот тут, внимание, во всей красе предстало вот это вот абсолютное непонимание, что нужно делать, как нужно делать, и всякие, значит, совершенно идиотские выдумки. Для того, чтобы, видимо, каким-то образом контролировать распределение этих путевок, влиять на эти процессы, господин Авзалов придумал 500-метровую зону и 1000-метровую зону. Мы вам покажем снимок со спутника вот этого карьера. Он почти круглый. И, напоминаю, в диаметре 2 километра. То есть радиус, соответственно, этого карьера 1000 метров, 1 километр. Это примерно плюс-минус, естественно. Так вот, господин Авзалов объявляет о том, что в 500-метровой зоне вокруг карьера все, кто там проживают, дети поедут в Крым. Вот кто его надоумил вот это сделать, сказать? Посмотрите внимательно на схему, и вы понимаете, что 500 метров – это узенькая тропинка достаточно. То есть это четверть диаметра этого карьера, половина радиуса. И эта узкая такая тропинка вокруг карьеры, она на схеме обозначена красным цветом. Естественно, в этом бублике не живет никакие 500 детей. Более того, слева и внизу, то есть на западе и востоке карьера, там и жилых-то массивов нет. Потом господин Авзалов объявил 1000-метровую зону. Это 1000 метров километр от края карьеры, то есть на схеме она обозначена желтым кругом. Вот кто попадает в эту зону, те вроде как, может быть, получат санаторно-курортное лечение в башкирских санаториях, если там сочтут нужным врачи и так далее, и так далее. В общем, конечно, это бред бредовый, потому что ни в красном этом кружочке, ни в желтом этом кружочке не набирается 500 детей, там не так много жилых построек, что на самом деле дает теперь свободу действия господину Авзалову по набору этих детей в этот список из 500 счастливчиков, которые почему-то в конце февраля отправятся на поправку здоровья в Крым. Вообще, вот эта тема распределения путевок и всевозможных благ, которые как будто бы должны осыпать сейчас жители Сибая, вызывает большое беспокойство, ну, как у жителей, самих жителей Сибая, так и у многих других. Тотальное недоверие к власти в городе привело к тому, что, что бы ни говорил Авзалов, естественно, это все подвергается критике и сомнениям. Встречи, которые он проводит регулярно, ежедневно, ну, на них, собственно, приходят там десятка-полтора, на самом деле, жителей, и вокруг Авзалова такая смешная, значит, стена его собственных сотрудников, которые даже, в общем-то, не догадываются, что нужно хотя бы одеваться иначе, нежели как они ходят на работу. Сам Авзалов, подчеркнуто, ходят в каких-то нелепых спортивных костюмчиках и худи с капюшончиками, видимо, пытаясь, значит, слиться с массой жителей города Сибая, ну, в общем-то, получается все довольно смехотворно. В середине недели агентство Башинформ тоже не выдержало и разразилось сообщением о том, что воздух Сибая чист, а то, что ощущается жителями, это всего лишь запах, цитирую, к которому давно уже привыкли жители Уфы и Стерли-Тамака. Вот этот запредельный цинизм, ну, квазиглавного средства массовой информации, мы же понимаем, что Башинформ толком-то никто, кроме чиновников, не потребляет, но вот подобного уровня цинизм, конечно, резанул ухо и сознание многих жителей республики. В Стерли-Тамаке достаточно резко на это среагировали. То есть Башинформ уже приговорил жителей Уфы и Стерли-Тамака к тому, что они и так живут в неблагоприятных экологических обстоятельствах, и как бы привел пример Сибайцам, а вы-то что тут рыпаетесь, там целая Уфа уже привыкла дышать выхлопами нефтяных заводов, а Стерли-Тамак-то и вообще отвык давно от чистого воздуха. Ну, в общем, конечно, с точки зрения пропаганды и медийной грамоты, это было, ну, запредельно безграмотное и глупое решение. И уже ближе к концу недели, четверг и пятницу стала активно обсуждаться история с проектом затопления и, значит, локализации вот этой проблемы в карьере города Сибая. Собственно, это главный вопрос, что делать, да? То есть, когда люди наобсуждались, что они дышат там десятикратным превышением предельно допустимой концентрации ядовитых веществ, они стали переходить к вопросу о том, что, ну, а что теперь делать, что будет? То есть, да, из карьеры попер вот этот вот ядовитый газ, да, в карьере началось тление, горение под землей вот этих серных колчеданов или каких-то, в общем, руд, которые содержат серу. Что будем делать? Вот 23 января Авзалов собирает очередную встречу с жителями города Сибая. Прямо скажем, что вот на ней было отчетливо видно, что, да, пришло там несколько активистов, и еще там человек 15 жителей. Остальные все были сотрудники администрации. И приехавший на помощь беспомощному Авзалову господин Баширов, который сидел в первом ряду и строго наблюдал за действиями жалкого мэра Сибая. Главным, что случилось 23 января на этой встрече, это было выступление генерального директора этого подразделения ОГМК Сибаяского ГОКа господина Бикинина, который сообщил гражданам и широкой общественности при помощи трансляции этого мероприятия о том, что ГОК собирается предпринять ряд мер по локализации и прекращению вот этого выделения газа. Ну, тут внимание. Предполагается, как они выражаются, частичное затопление карьера. Цифры, прямо скажем, начали прыгать. То это 22 метра, то это 100 метров от нижнего горизонта будет затапливаться. Я не поленился, посчитал общий объем Сибайского карьера, сколько вот он всего в себя вмещает. Но, естественно, эта цифра несколько неточная, потому что сама геометрия этого карьера, она не идеальный конус. Но известно, что какой он имеет глубину и какой диаметр в верхней части. Соответственно, можно определить, что примерный объем этого карьера, напомню, что это второй в мире после чилийского медного карьера по размерам карьер, это гигантская дырка в земле, и объем его составляет примерно 0,7 кубического километра. То есть, для понимания, это 700 миллионов кубических метров. Чтобы заполнить его целиком, понадобится, ну, я имею в виду, так вот фантазирую, чтобы заполнить его целиком, без учета тех объемов, которые содержатся в шахтах, я имею в виду только чашу самого карьера, потребуется, например, переключить на этот карьер реку Белую на 10 суток. Ну, то есть, так вот, эмпирически взять и всю воду, которая течет в реке Белой на 10 суток замкнуть на сибайский карьер. Если, например, туда переключить 3-5% воды из реки Белой, то, чтобы заполнить этот карьер, потребуется год. Но рядом с сибайским карьером нет реки Белой, есть река Худолаз, и ее баланса, значит, необходимо, я имею в виду баланса, это полного объема воды, которая течет в этой реке, необходимо для того, чтобы заполнить сибайский карьер, рекой Худолаз потребуется 5,5 лет. Почему я это все говорю? Я это говорю к тому, что на самом деле в окрестностях города Сибай и в окрестностях вот этого карьера количество воды, необходимой для хоть сколько-нибудь заметного заполнения чаши карьера, я не говорю уже о полном наполнении водой, не существует. И вот вернемся сейчас к докладу руководителя сибайского ГОКа, который стал рассказывать о своих проектах. Они сообщили, что им потребуется 5-7 дней на демонтаж того оборудования, которое есть в шахтах. Ну, в общем-то, логично и правильно. Однако тут же господин Бикинин сообщил о том, что они уже закачали 105 тысяч тонн, внимание, 105 тысяч тонн воды в карьер. Это все не вяжется. Если они начали туда лить такие крупные объемы воды, то что же случилось с оборудованием, и зачем его теперь демонтировать? Все разговоры, которые шли вокруг тех проектов, которые возникают у ГОКа и у города по поводу локализации проблемы, сводятся к тому, что нужно подождать. Дальше господин Бикинин стал рассказывать, как они будут заливать это все щелочной водой. Сразу возникает вопрос, где они возьмут не только столько воды, но еще и столько щелочи. Потом стала возникать история о том, что они собираются залить все сверху каким-то глинистым составом, который глина с содой, с кальцием, и так далее, и так далее. Там дальше они стали фантазировать. Который будет проникать внутрь. Вопрос большой, будет ли он проникать внутрь при 20-градусных морозах. Тут вообще масса вопросов с точки зрения элементарной физики и химии. И каким-то образом начнет экранировать вот это горение. Более того, он начнет абсорбировать газ и частицы газа, которые по сути являются твердыми частицами, и не пропускать их наверх. Ну и так далее, и так далее. Дальше, как говорится, ОСТА понесло. И складывалось ощущение у людей, которые хоть сколько-нибудь технически грамотны, что человек готов говорить любую ерунду, любую ересь с элементами технических терминов, лишь бы население, которые, ну вот граждане, простые люди, которые сели в эти стульчики, они начали потихонечку успокаиваться. Их вот эта музыка слов каким-то образом должна была как бы убаюкать, что да, вот умные дяди занимаются этой проблемой, а мы теперь подождем. Ну, после того, как прозвучали вот эти бодрые заявления о затоплении, о заглинивании, заиливании и прочего этих проблем, буквально на следующий день сразу вышли отрезвляющие уточнения о том, что здесь понадобится три месяца, тут понадобится четыре месяца, а здесь понадобится вообще не знаю сколько времени на решение этой проблемы. Оказывается, эти три пресловутых института вовсе никакой проекта не составили, хотя этот проект без конца упоминался, там как-то обсуждался. Никакого проекта нет. Естественно, за истекшие несколько суток, с того момента, как петух клюнул, никакие институты, московские, питерские или даже чикагские, никакого проекта, естественно, не могли сделать, потому что это невозможно. Сделать серьезный, обоснованный проект решения проблемы за несколько дней. Проблемы нужно как минимум исследовать, а вот этого делать никто не собирается. И теперь мы перейдем к, скажем так, детальному обсуждению вот этого проекта. На самом деле мы уже пришли к выводу, что воды в округе нет в нужном объеме. Я не знаю, откуда они собираются брать такие гигантские объемы глины и кальций, содержащих пород. Челочная вода, откуда она возьмется в таких объемах? Надо понимать, что все, что связано с процессами, которые идут на сибайском карьере, это гигантские, огромные цифры. Это всегда 6 нулей. Это чудовищный затрат. Ни господин Бикинин, ни тем более вот этот вот несчастный мэр Сибая Авзалов не отдают себе отчеты и не знают о масштабах процессов, которые идут в карьере. Они тупо не знают, что там происходит. Они не знают, какой объем породы начал тлеть и какой объем породы будет тлеть потом. Они не смогли ответить на вопрос, каким образом скажется заливание водой вот этих процессов. Напомню, что вода в определенной степени состоит из кислорода, а то, что сейчас происходит под землей, тление руд, оно происходит во многом без участия атмосферного кислорода. Если кислород, содержащийся в воде, при высоких температурах начнет соединяться с этими процессами, что будет в итоге? Мы получим взрыв или мы получим то, что тление начнет гаснуть? Ответа на этот вопрос нет. Граждане обоснованно стали задавать Авзалов вопрос, а может нам уехать на время ваших экспериментов? Вот прямо так и прозвучал этот вопрос. А давайте мы уедем. А пожалуйста, расскажите нам, когда вы начнете. А скажите, что вы предполагаете результатом этого заливания водой? Вот на эти вопросы, естественно, ни Авзалов, ни Бикинин ответить не смогли, потому что они не знают, что будет в итоге. А чтобы знать, что будет в итоге, нужно исследовать ситуацию и дать обоснованную реальную оценку этой ситуации, а потом искать решение проблемы. А не так, что мы ее уже решили, правда не знаем как. Ну и, конечно, вишенкой на торте стала история о том, что 24 числа руководство ГОКа и все тот же мэр Сибая Авзалов сообщили широкой общественности о том, что теперь из города Сибая опасные газы будут изгоняться вентиляторами. Вот тут, конечно, Герберт Уэльс перевернулся в гробу, попытался выйти на поверхность, но не смог. Потому что, представьте себе, огромную емкость диаметром 2 километра и вентилятор на краю этого карьера, который будет сдувать гигантский объем газов, выделяемый карьером, куда-то в сторону. Представьте себе вентилятор, который может противостоять движению атмосферных фронтов, которые существуют. А ветер — это и есть движение атмосферного фронта из точки с высоким давлением в точку с низким давлением. То есть господин Авзалов и Бикинин неожиданно для всего цивилизованного человечества разработали и, видимо, уже произвели какие-то гигантские вентиляторы, которых не существует нигде в мире, которые способны противостоять природным явлениям под названием ветер, которые способны менять атмосферу в целом городе и отгонять вот эти ужасные облака ядовитого газа от города Сибая. Как говорится, без комментариев, тут, наверное, нужны специалисты уже узкого профиля, которые должны прокомментировать эти заявления этих граждан, хотя кроме психиатрической составляющей в этих заявлениях, конечно же, содержится еще и составляющая социальная. Эти два героя, они не просто два человека, несущие какую-то околесицу, они несут эту околесицу в виде решений, которые приняты ответственной административной властью, исполнительной властью и ответственным собственником крупного бизнеса или менеджером этого бизнеса в отношении 60 тысяч человек, которые стали заложниками вот этих фантазеров и болтунов в городе Сибая. Помимо всего прочего, в городе, конечно, процветает тот бардак, который складывался многими годами, во многом, конечно, при покровительстве и патронаже господина Тажидинова, который трогательно опекал этот регион и город Сибай. Стало известно о том, что местные врачи манипулируют документами, датами и даже диагнозами, видимо, с целью улучшения статистики именно по респираторным заболеваниям, по заболеваниям дыхательных путей. На одной из встреч с Авзаловым одна мамочка, значит, сообщила в лицо и Авзалову, и главврачу больницы, который присутствовал на этой встрече, о том, что врачи города Сибая научились вылечивать пневмонию за два дня. Они ставят диагноз, через два дня ребенок уже выздоровел, пневмонии уже нет. Что не выдаются бесплатные лекарства детям до шести лет. Это все прозвучало прямо на встрече с жителями. Что главврач больницы игнорирует просьбы пациентов и обращения к нему, потому что он занят на съемках на телевидении. То есть напомню, что на этой неделе в Сибае выехал новый министр здравоохранения республики Максим Забелин. Я думаю, что ему нужно обратить внимание на вот этого резвого юношу, временно исполняющего обязанности городской клинической больницы города Сибая, который чрезвычайно увлечен телевизионными трансляциями и передачами, который взял на себя обязанности суфлера не очень грамотного и обладающего большим словарным запасом мэра Сибая Авзалова. Этот главврач больницы полностью как-то превратился в какого-то телеведущего. В общем, претензий к медикам Сибая достаточно много, несмотря на бодрые заявления власти о том, что там десант высадился. В общем, есть проблемы. Ну и в конце обсуждения этой истории поговорим о реакции жителей на вот эти все цирковые представления, которые случились с Сибае. Реакция плохая. Жители Сибая давно не верят власти города, какой бы она ни была и как бы ни звали мэра и руководителя района Сибайского. Митинг был заявлен. В митинге отказали. Активисты и жители Сибая сказали, что они все равно не откажутся от этой идеи. И вот во время, когда мы снимаем эту передачу, через час-полтора должен начаться сход граждан Сибая, который дико напугал власти. Напомню, что Хабиров конкретно и резко высказался отрицательно по поводу возможных массовых мероприятий на экологическую тему в Сибае. Он даже завуалированно пригрозил жителям Сибая о том, что у него там есть полномочия, возможности всячески влиять на это все. Напомню, что на прошедшей неделе в Сибае и в Баймак были стянуты усиленные отряды Росгвардии и МВД. В Сибае и Росгвардии в Баймаке усиление МВД расквартированы, техника, автобусы специальные и так далее. В Сибае и в Баймаке были задержаны совершенно непонятно, почему несколько активистов, которые теоретически могли быть активными участниками этих мероприятий. Был задержан лидер, руководитель организации Башкорт Алчинов, задержан бесцеремонно, задержан, так скажем, очевидно, с такими полномочиями большими, какими-то не очень большими милиционерами, которые, собственно, его задержали только для того, чтобы официально и под роспись вручить ему повестку на 26 число, на сегодня, на субботу, явиться в Уфимское РОВД. То есть ради этого, видимо, Уфимское РОВД даже пожертвовало своим выходным только ради того, чтобы господин Алчинов не имел возможности приехать в Сибае в этот день. В общем, предпринимаются какие-то экстраординарные меры, на мой взгляд, избыточные, совершенно ненужные. Там изымаются телефоны, видеокамеры. Компьютеры зачем-то на время в Сибае и в Баймаке, там на 2-3 дня по выдуманным предлогам задерживаются активисты, там якобы соседи пожаловались на шум, ну и так далее. То есть вот этот ажиотаж, как обычно, когда реакция властей избыточна и чрезмерна, он только усиливает эффект. Весь Сибае обсуждает вот этот сход. В мечетях, на улицах, в магазинах люди делятся информацией на тему, что будет и так далее. Будучи неудовлетворенными той ересью, которую им ежедневно подает господин Авзалов, люди нуждаются в обсуждении, в нормальном формате, в получении информации, скажем так, альтернативной. Я не говорю, что достоверной, я говорю альтернативной. То, что им говорит власть, это уже привычная ерунда, в которую они не верят. Даже если завтра Авзалов скажет что-то правильное и честное, они ему все равно не поверят. Вот это вот Сибай, вот этот регион, конечно, характерен тем, что там недоверие к власти максимально уже проявляется вот среди других районов республики Башкортостан. Это результат, я напомню, многолетней, в кавычках, работы и местных властей, и работы господина Тажетдинова по вот этому якобы развитию Башкирского Зауралия. В общем, конечно, посмотрим, какие будут результаты этого схода. Мы постараемся получить видеокадры с этого схода и обсудить их дополнительно. Напомню, что сход граждан, проект решения этого схода граждан уже опубликовался в интернете, и в том числе там заявлены такие требования. Это отставка господина Авзалова, как человека, виновного в этой ситуации, я имею в виду виновного в замалчивании ситуации с отравлением города Сибая. Отставка господина Тажетдинова с формулировкой за утрату доверия, в том числе за провал программы развития Зауралия. Отставка главного эколога района или города, я так и не понял, Сибайского, который тоже участвовал в этом бесконечном перманентном вранье, а также требования компенсации вреда здоровью граждан и требования налаживания объективного независимого мониторинга и формирования плана решения этой проблемы. То есть, ну, в общем-то, конечно, требования вполне логичные. Также жители Сибая хотят предупредить развитие экологической катастрофы в городе и требуют запретить строительство китайского цементного завода, который усиленно проталкивает все тот же Тажетдинов в Сибае. Напомню, что любое цементное предприятие является особо опасным и вредным для экологии. По международной классификации занимает 17 место по вреду и по угрозе, которую он несет окружающей среде по месту расположения, среди этих 17 опасных предприятий, в том числе и ядерные производства и так далее, 17 место – это действительно достаточно угрожающее место в этом списке. Ну и к прочим новостям политического пространства республики. На прошедшей неделе Хабиров дал большое интервью в центральную прессу и, пожалуй, что главным, что было в этом интервью, это было заявление о том, что он намерен избираться на пост главы республики в сентябре этого года от партии «Единая Россия». Напомню, что идет операция по замене председателя регионального отделения партии «Единая Россия» с господина Гизатулина на господина Ахмадинурова. Напомню, что подавляющее большинство губернаторов в России и прочих избираемых должностей, люди на эти должности идут не от партии «Единая Россия», идут самовыдвиженцами. И тут Хабиров сломал стереотип, заявил о том, что он идет выборы от этой партии, которая все больше и больше теряет популярность, которая, конечно, является воплощением всех проблем в стране, которые усиливаются и расширяются. Партия «Единая Россия», конечно, это уже притча во языцах, та самая партия жуликов и воров, как ее окрестил господин Навальный. Оценивать решение Хабирова баллотироваться от «Единой России» достаточно непросто. С одной стороны, конечно, как правильно заметил Рамиль Рахматов, это некая страховка от недоброжелателей в Кремле, которых достаточно много у Хабирова. Напомню, что назначение Хабирова произошло вопреки мнению господина Кириенко, вопреки мнению Игоря Ивановича Сечина. В общем-то, при несогласии господину Володину, как это ни странно. То есть, оппоненты в Кремле у Хабирова, конечно, серьезные. И есть версия о том, что он подстраховался таким образом, идя от партии власти, чтобы именно от этой партии не было выдвинуто серьезного оппонента для него. А только «Единая Россия» может получить поддержку в Кремле. Я имею в виду кандидата, которого предположительно могут выставить вот эти недоброжелатели. Они, конечно же, могут выставить только от партии «Единая Россия». Хотя это не абсолютное утверждение. И, возможно, такая комбинация, что появится некий серьезный кандидат, настоящий претендент на пост главы республики, вовсе не от партии «Единая Россия». Ну, посмотрим. Конечно же, это огромный риск со стороны Хабирова. Риск потери электората. Отношение, напомню, к партии резко негативное население. И это отношение будет к сентябрю месяцу только возрастать. И никакой Ахмадинуров, никакими тут глупыми заявлениями о том, что у нас тут исключительно хорошее отделение партии «Единая Россия» совсем не такое, как во всей другой стране, это, конечно, не поможет. В общем, будем наблюдать и будем ожидать, наверное, марта, когда действительно этот эмпирический, возможный, теоретически возможный кандидат может появиться на политическом пространстве республики Башкортостан. Также на этой неделе произошло знаковое событие, которое, собственно, в пылу сражений вокруг Сиба и прочих вещей мало кто заметил. А именно то, что господин Сидякин вместе с мэром Уфы Мустафиным посетили Казань с дружественным визитом, обнимались, братались с мэром Казани, которому, собственно, досталось предыдущие недели от башкирского правительства. Это был неожиданный ход. Напомню, что господин Сидякин долгое время был депутатом Государственной Думы от Татарстана, а теперь он у нас возглавляет администрацию Хабирова. Очевидно, что поездка в Казань и заявление Сидякина о братстве, добрососедстве и прочих вещей Татарстана и Башкортостана – это некая форма извинений за то безобразие, которое натворили в медиапространстве республики Мурзагулов и его команда. Очевидно, что поступил какой-то сигнал прекратить эту мракобесие и свернуть вот эту полемику и противостояние с Татарстаном. Воображаемое, на самом деле, противостояние, которое было затеяно только для того, чтобы как будто бы поднять дух башкирского народа, но этот бред, конечно, полный. Я очень рад тому, что Сидякин проявил такую разумность. Он все-таки, видимо, человек очень взвешенный и понимающий опасность подобных процессов. И вот именно он и Мустафин эту тему закрыли. Это очень хорошо, и мы это приветствуем. Уже больше года мы снимаем регулярно выпуски «Открытой политики», затрагиваем разные аспекты, от больших до малых. В частности, мы рассказывали про историю незаконного строительства в Уфе на улице архитектурной 8А. Мы много об этом говорили, мы сопровождали эту историю. И вот снова возвращаемся к ней. На прошедшей неделе, 21 января, в Верховном суде прошло апелляционное заседание по этому вопросу. Напомню, что суд первой инстанции встал на сторону жителей и на сторону истца в лице Управления земельных и имущественных отношений города Уфы, признав строение вот этого офисного здания во дворе дома незаконным. Напомню, что ловкие дельцы Слепнев, Водолеев и крышующий их депутат госсобрания канунников превратили кладовку для хозинвентаря на территории двора в полноценное капитальное строение, которое было признано незаконным судом первой инстанции. Так вот, 21 января случилась неожиданная вещь. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и признал это здание законом. Судья, очевидно, аффилированная к этим товарищам, постоянно говорила о реконструкции, а не о капитальном строительстве, игнорировала всяческие доводы истцов. Надо сказать, что и управление земельно-имущественных отношений при новой мэрии как-то изменило свое отношение к этому строению. Судя по всему, Водолеев, Слепнев и канунников договорились с Уфимской мэрией о том, чтобы узаконить это здание. Это очень печальная история, на самом деле. Я думаю, что борьба еще продолжится. Дело в том, что сейчас жители дома добиваются возбуждения уголовного дела по факту этого строительства, потому что там имеет место и фальсификации документов, и недостоверные данные Росреестра. Сейчас направлены жалобы в прокуратуру республики, прокуратуру района и прокуратуру Российской Федерации на действия РУВД, которая отказывает возбуждение уголовного дела. Я думаю, что РУВД возбудит уголовное дело по факту этих событий. Более того, после этого апелляционного суда жители добились приема заммэра Уфы Тухвачина, который, конечно, уверял их в том, что мэрия будет бороться с этой ситуацией, что будет подана кассационная жалоба на решение Верховного суда и так далее, и так далее. Но при этом господин Тухвачин все-таки проговорился. Он сообщил, что на него давят сверху, что лично Мустафин в общем-то упомянул о том, что здание нужно узаконить и историю эту нужно прекратить. Это, конечно, отвратительно, это безобразно, это не красит нашего нового мэра. Он или не разобрался в этой ситуации, или действительно пошел на поводу вот этих вот, в кавычках, уважаемых людей, которые незаконно строят здания в городе Уфе. Напомню, что у господина Слекнева, главного фигуранта вот этого дела на улице Архитектурной, на данный момент четыре дела в судах города Уфы по узакониванию или оспариванию незаконных построек, которые он возвел. Судя по всему, этот гражданин занимается незаконным строительством в промышленных масштабах, то есть не только на Архитектурной 8, но и в других местах города Уфы. Что же это получается? Получается, что Мустафин поощряет и крышует незаконное строительство. Но это совсем идет вразрез с теми заявлениями, которые были сделаны Хабировым и многими другими высокопоставленными чиновниками из новой команды республики Башкортостан. И я бы хотел, чтобы господин Мустафин все-таки вник в эту ситуацию, подробно, детально ознакомился с ней и занял правильную позицию, законную позицию, позицию, которая была бы на стороне граждан, на стороне тех, чьи интересы затронуты в этой ситуации. А, кстати говоря, затронуты и интересы мэрии, имущественные интересы, земельные интересы и так далее. Нарушена масса законов. В общем, конечно, очень тревожный звонок, вот этот суд. Я понимаю, что суд у нас в Башкирии, он такой пластичный, и с ним можно делать все, что угодно при наличии некоторого количества ресурсов. Но позиция мэрии меня насторожила очень сильно. Вот хотелось бы, чтобы люди пришли в себя, ознакомились, может быть, времени не было в Мустафин, может, кто-то там в уши чего-то напел. Но мы эту ситуацию так не оставим. Я надеюсь, что эту ситуацию так не оставит и прокуратура, и следственные органы. И в конечном итоге результат будет достигнут. В связи с тем, что тем и проблем для наших передач очень много, а мы все-таки стараемся не превышать разумных форматов. И так передачи становятся все больше и больше. Их трудно смотреть за один раз. Я пока не знаю, как мы будем с этим бороться. Может быть, будем делать несколько передач в неделю. Но я просто хочу сказать заранее, что мы не забыли про проблему расселения Туймазинского ветхого жилья. Мы не забыли про проблему дольщиков Миловского парка Серебряного ручья и прочих дольщиков. Мы обязательно об этом поговорим, может быть, в промежуточных передачах на следующей неделе. То есть я обращаюсь к тем, кто со мной общается в сети и по телефону, и с кем мы обговариваем всячески вот эти планы на следующие и ближайшие выпуски. Мы не забыли, мы обязательно это сделаем. Но у нас немножко перенасыщается выпуск на этой неделе, так что мы откладываем это на следующий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok